Девушки отдыхают Человек, который едет, он уже свободен Люди ветра, зависимые Люди ветра и любители ветра Еще можно добавить, что это любители Ну как вот описать любимый ветер? Ну в принципе можно, наверное Это такой слегка теплый, влажный и плотный Такой, знаете, как кисель Чтобы в нем уже было так плавать Вот эти маленькие точки, которые находятся сзади меня Это лучшие кайтеры России Которые слетелись и съехались сегодня на Жигулевское море На специальный марафон, который будет проходить 4 дня Сами эти люди называют себя людьми ветра Именно за ветром они готовы ехать, лететь и бежать куда угодно Это марафонская гонка, которая подразумевает длительное прохождение Большой дистанции, вот 40 километров У нас здесь практически первая десятка спортсменов лучших собралась И каждый из них может выиграть гонку Вот так вот открениваешь И вот еще главное, как сказать, орудие управления кайтом Это вот задница То есть надо ей как бы вот так Кто подолго катается, у людей уже этого нет То есть человек может сидеть в этой трапеции, как в седле, там целый день Вот настолько вживаешься в это Что уже когда это все цепляешь, ощущение такое, что ты ходить не можешь То ты должен на кайтах передвигаться Ветер – это когда поют стропы То есть едешь и такой Поет что-то и радуешься, едешь А когда не поет, вот что-то как-то уныло все Когда сильно поет, думаешь, что бы не долбануться об этот лед Вот рыбаки, мимо которых мы проезжаем Они слышат этот свист, но еще не понимают, что происходит Они начинают крутить головой Потом видят над собой кайт Потом уже соображают, что происходит Лыжный парашют, что ли? Или как? Лыжники, что ли? Это, как сказать, хобби каждого человека Вот у него хобби летать на парашютке А у меня хобби сидеть вот в этой лодке и ждать, когда вот этот красавец попадет Это, наверное, спорт для лентяев, да? Вы думаете, что для лентяев? Да А почему? Ну, не знаю Раз поставил палку, на тебя катают По-моему, как раз рыбалка спорт для ленивых Как-то не доходит Пробурят лунку и сидят Лунку сделал И вот сидишь, смотришь Вот раз, несколько раз смотришь Да, она на себя смотрит Там вот бедные рыбаки Вот там километров пять И они шлепают оттуда и идут Вот сейчас понурые А я в удовольствие приеду Рыба не клюет Я покатаюсь Рыба клюет Кайтика у меня рядышком полежит Гармония Ага 300 километров Обалдеть Это где было такое? А это в том году На Рыбинском водохранилище Бригадами по 3-4 человека Выходили в море Ночевали в море Утром просыпались, снова ехали Побеждал тот, кто набрал большее количество километров Вот в том году у нас на Ямал была экспедиция Мы тоже в районе 400 километров прошли То есть если тундра, например, это легко Серьезно? Да, только это объезжая этих куропаток Или их медведей Просторы необъятные, где ты можешь целый день В общем-то ехать, катиться И тебе не нужно возвращаться Самое тяжелое в кайтинге Как раз вот самое тяжелое После чего ты себя чувствуешь Совершенно измочальным и вымотанным Это когда нет ветра Вот сидишь и все Ты приходишь домой разбитый в хлам Будто ты там, я не знаю, уголь грузил Проплачиваем В небесную канцелярию Да, кому? В небесную канцелярию У вас там есть твоя иллюзия? Там нальешь бурханчику Там вдует так, что потом мало не покажется Ну, современные средства связи позволяют все-таки быть уверенным Вот, потом GPS-ка есть Можно позвонить, сказать, точные координаты И тебя с точностью, ну, там, до метра найдут Ну, хотя бы то, что от тебя осталось Россия практически придумана под этот вид спорта Ну, можно сказать наоборот У нас много водоемов, которые долгое время в году замерзают Часто дует ветер Ну, почему бы не кататься? Если бы мне сейчас вот вернуть лет 35-40 назад Я бы встал и катался бы, наверное, с удовольствием Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!